Друзья, сегодня я хочу открыть один маленький секрет, которого до сих пор я нигде не встречал. Это про активированный уголь. В магазинах продается много активированного угля, и многие люди пытаются из обычного древесного угля создать активированный уголь. Уголь путем ее измельчения. Сегодня я покажу один удивительный метод, как из обычного древесного угля создать активированный уголь. И метод проверки активированного угля. Вот перед нами лежат два уголька древесных и обыкновенный мультиметр, ну, тестер. Ставим ее на сопротивление. Вот сопротивление тестера где-то 2 Ома. Проверяю древесный уголь. Древесный уголь показывает 3 Ома, да? А вот еще один древесный уголь. Она показывает... Она, в принципе, не показывает даже. Вот. Где-то 100... 170, 106, 190. Впрочем, у нас это активированный уголь, это не активированный уголь. И как же сделать из неактивированного угля активированный уголь? Активированный уголь мы вот видим, даже вот так. Вот. Это активированный уголь, а это неактивированный уголь. Вот. Теперь попробуем из этого, этот уголь, этот древесный уголь активировать. Это они все неактивированные древесные угли. Сейчас я покажу, как активировать все эти древесные угли разом. Будем делать активацию. Вот. И вот наш уголек бросаем этот в печь. Так. Теперь открываем задвижку на полную. Вот так. И открываем этот вверх. Вот. Теперь мы начинаем поддув. Поддув страшной силы. Теперь температура нагревается до 1200 градусов. Нагреваем древесные угли до желтого коленя. Вот. Красные угли до желтого коленя. Чтобы активировать обыкновенные древесные угли. И сейчас попробую рассказать, что такое обыкновенные древесные угли и что такое активированные угли. Уголь это обыкновенный углерод, похожий на по составу с графитом или алмазом. То есть это ну как бы берем, говорим это просто углерод, да? Не древесные угли, а углерод. Углерод она четырехвалентная. То есть если ее валетности свободные, то есть у нее есть четыре валетности, если одна валетность или две валетности у нее свободны или три, то это значит активированный углерод, да? То есть она может схватывать другие молекулы. Ну, допустим, вредные металлы она может схватывать и своими этими валетностями. Поэтому такой уголь является полезным для разных вещей. В моем случае я из этих древесных углей путем замыкания в воде создаю водород. водород. И сопротивление таких углей имеет большую разницу, потому что если сопротивление около 9 Ом, то она хорошо замыкается с помощью сварочного трансформатора под водой для создания водорода. Если даже обыкновенные активированные угли бросить в обычную воду, то опять же выделяется водород без каких-либо электрических соединений. Ну вот наш уголек как бы уже полностью активировался. сейчас я хочу показать где лежит наш уголек. Вот он. Вот наш уголек лежит. Вот уже она стала вот такой. Вот. Сейчас я ее вытаскиваю. подулк закрываю. Доступ к кислороду тоже. Закрываем. Вот она. Вот наш как бы уже активированный угол. вот наш древесный уголек. Вот она. Охолождаем уголь. Вот так. Ну все. Теперь у нас готов активированный уголь. берем прибор и смотрим сколько у нее сопротивления. Вот. Ну вот. 8 Ом. 7 Ом. Вот. 8 Ом. 7 Ом. Вот. 8 Ом. Вот. Ом. Вот. 9 8 Ом. 7 Ом. Вот. 7 Ом. То есть мы смогли из обычного древесного угля создать вот этот активированный уголь. То есть эта технология очень простая. Температура температура в которой мы это сделали активацию древесного угля температура ниже чем в атомной электростанции. Температура примерно 1200 градусов. Вот. Сейчас попробуем с помощью этого древесного угля создать водород. Переменное напряжение 220 вольт через этот сварочный трансформатор и получил на вторичной обмотке переменное напряжение 50 герц около 40 вольт. Вот. Ну, это обычный переменный сварочный трансформатор. температура температура около 4 примерно тысяч градусов. И вот этот древесный угли, который мы вот сейчас только что активировали. Вот они. Они уже проводят электрическое напряжение. Вот. Теперь это бросается в воду, обычную воду, обычную чистую воду, без никаких кислот, никаких шелочей. просто берется и начинается замыкание древесного угля. Пучем сжигания кислорода воды с углеродом так мы освобождаем атомарный водород. То есть выделяется чистый водород без каких-либо примесей, что является очень очень безопасным для дальнейшего использования. Потому что это не гремучая смесь. Сейчас попробуем провести эксперимент на чистоту водорода. То есть покажем, что это не гремучая смесь, а является чистым водородом. Чистое выделение водорода. вот я с помощью этих графитовых электродов и древесного угля выделил водород под водой. Это выделение похоже на выделение водорода в этом атомных станциях, когда графиты нагреваются, они начинают создавать водород, соединяясь с графитом. Вот. И поэтому взрываются эти атомные станции. Вот. Такой взрыв произошел во время землетрясения в Фокусиме. Вот. вот так я выделяю этот водород с помощью этого переменного напряжения сварочным трансформатором. Так. Теперь буду сжигать этот водород, показывая, что именно атомарный водород, чистый водород, то есть водород без кислорода. Вам показывают в интернете много способов выделения водорода, но это не чистый водород. Это даже не водород, а газ брауна, то есть водород смешанный с кислородом. То есть в принципе это самый чистый, самый правильный способ выделения водорода, тем более очень скоростной. Вот я сжег обычную спичку и начинаю сжигать водород. Вот это пламя водорода, чистый водород. Видите, она абсолютно безопасная, вот, потому что это водород. Никакой не гремучий газ, не газ брауна, а именно чистый водород. Чистый, безопасный водород. Итак, я вам показал, как из обычного древесного угля создать активированный уголь.